ты готов я сразу прошу прощения тоже чуть приболевший поэтому возможно где-то буду чуть и рваться так меня слышно нормально слышно нормально на я начну добрый день меня зовут артем я представляю проект мобильные приложения для покупки запчастей и автоуслуг если в автовладелец то задать себе вопрос а что изменилось за последние 20 лет при обслуживании автомобиля что общего между старой доброй газеты авторынком бумажным каталогом и поисковой системы с фрэм-каталогом рассмотрим на примере покупки запчастей общего никто что все это инструмент для менеджера магазина средника между вами оптовым поставщиком который подбирает нужные вам запчасти заказывает их со склада поставщика и за все это берет от 15 до 30 процентов стоимости заказа концептуально из десятилетия ничего не изменилось мы предлагаем новое решение весь процесс от подбора до заказа запчастей со вкладов автоматизирован при помощи мобильного приложения это стоит от 3 до 7 процентов стоимости заказа как это работает вы регистрируете свой автомобиль в нашей системе заводите его профиль мобильное приложение подберет вам только те запчасти которые подходят именно к вашему автомобилю выберите нужный тип запчасти подходящий бренд и стоимость необходимые запчасти будут доставлены вам в удобное для вас время со склада поставщика наша экономика мы берем комиссию от 3 до 7 процентов с продажи стоимость превращения плачущего клиента пятьдесят шесть центов и будет еще ниже наша выручка с одного клиента 48 долларов у нас уже более 6 тысяч установок play market оценка 4 3 наше преимущество перед конкурентами мы полностью автоматизируем весь процесс от выбора запчасти услуги до получения руки клиентам у нас более широкий спектр услуг еще раз поставщикам с нами выгодно работать без нас поставщик работает на рынке битуби в котором зависит компетентности в продажах розничного магазина мы открываем поставщику рынок b2c с возможностью продвижения собственных брендов где продажа зависит только от цены выставленного поставщиком мы значительно сокращаем дата это при освоении новых рынков может договорились и сотрудничестве с ключевым игроком белорусского рынка шпм автоспейс это 3-4 процента всего рынка рб они уже работают на рынке российской федерации в стадии переговоров рынок если только брать беларусь россии казахстан украина то там составит продажи будет только через нас порядка трех миллиардов долларов сом если хотя бы три процента будет покупать в интернете через нас мы получим вырывчика около 23 миллионов долларов сам пропустил сам будет около 800 миллионов у нас очень сильный команда осуществленная команда которая прежде всего подбиралась не только по своему профессиональному профессионализму в сторону на измельцованность и развивать проект единственные последователи если хотите мы ищем 50 тысяч долларов которые будут направлены на доработку сервера рекламный материал и маркетинг доработка версии для android ios резервных причина погоняется носить корректировки собственно мои физиономии спасибо можно еще раз мы непосредственно одна из проблем почему попросили сюда с вами пообщаться мы решаем в частности проблему автовладельцы обслуживание автомобиля может быть все что угодно там начиная покупки запчасти заканчивая пробитым колесом вот но текущие реалии диктует нам то что наиболее востребованным на рынке снг в частности это все-таки продажа запчастей если интересно показать делали исследование тоже небольшое вот запрос на новое запчасти то есть мы помогаем автовладельцу максимально быстро и дешево обслужить свой автомобиль это мы на основании полученных сейчас текущей вариации заявок от пользователей получили картину при которой наиболее востребованным было это покупка именно автозапчастей то есть опираясь допустим на те же сам конкурентов которые у нас есть это вот если мы посмотрим да то есть это карфикс и ремонт в индии там церкви автобусник он в польше они решают все таки вопрос больше с обслуживания то есть с подачей машины на сервис на автосервис непосредственно с ремонтом мы же сбегая вперед скажу что карфикс например там сейчас очень большие проблемы с этим всем и и ремонт уже подходит за скуму осталось мы думаем что сказать тоже загнется мы же увидели то что наш рынок пока не готов безглядно отдавать машин там через приложение куда-либо на обслуживание поэтому один из анализов был когда мы смотрели это именно потребность пользователей наши в услуги непосредственно одна из услуг который наиболее востребован 75 процентов заявок приходило это именно на запчасть этих обслуживание 13 процентов почему это услуга это же товара запчасти это товары ну не услуга хорошо наиболее востребованные запросы на покупку запчастей так маркетплейс автозапчастей да 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 могу по вопросам к утра ну я немножко опять же забегу вперед скажу что мы работаем не по принципу покажите цену магазина да то есть мы вообще убираем магазин убираем понятие менеджер понятие магазин вы непосредственно заказываете со склада поставщика есть импортер да там допустим там в киеве условно вы через приложение просто вам система подбирать запчасти которые пашем это не берет подходом заказывайте со склада поставщика него приезжает домой она кого падает сервис суппорт но теперь этих обслуживание там или гарантия вся гарантия то исключительно продавец мы только агрегатор ну а ты клиент клиент получать чек от кого от продавца то есть по факту если после первой покупки он может напрямую к ним идти правильно да там это законодательная структура например если мы говорим про беларусь частности да то здесь есть понятие как условно говоря мы используем логистическую компанию которая может выдавать чек подписывать договор с логистической компанией они выдают чек но обязательства по гарантийным обслуживания так далее падают исключительно на импортер то есть мы никаким образом этим боком не вписываемся в эту историю что решается что он может выбрать он может пойти непосредственно импортеру но в склад непонятно где находится потому что находиться за 50 километров от города то это за 100 тогда мы на основании договоров мы принимаем эти запчасти себе в течение двух недель мы обязаны дать ответ то есть в течение недели мы собираем эти запчасти мы отправляем их импортером принимать решение то возвращать деньги не возвращать вот и соответственно мы транслируем клиенты смотрите правильно понял что поставщики они не продают же да они продают магазины магазины уже перепродают вы выполняете роль магазина получается который осуществляет продажу организовывать доставку и общение с клиентом мы даем вот она ключевая ошибка вся почему очень боимся сейчас выходить на рынок с рекламой нас будут позиционировать магазин мы не магазин мы просто даем вам информация у меня очень проблема вы для того чтобы вам купить например тормозные колодки вы не знаете свою машину да то есть вам нужно позвонить менеджеру сказать им код так далее он их подбирает потом смотрит на складе у поставщика не есть условно говоря у него входящая сна там 20 долларов знаете там кости она вам будет стоить 25 вот мы это все мишуру заказы запчасти мы убираем полностью вы в приложении уже видите те запчасти которые вам подходят и мы не продаем только отдаем информацию о том что это запчасти в этом в этом импортера и вы через систему можете заказать вам не доставили доставляет уже логистическая компания получается взаимодействие поставщика происходит только с логистической компании да 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 а как ну то есть никакой консультации ничего консультацию нам мы оказываем то есть если есть это вопросы есть ряд примеров когда по вин коду выбивают например там тормозные колодки те же самые могут быть двух видов у меня в машине два вида и если человек не понимает мы сейчас затачиваем сервис обратного замка при котором мы садим своего специалиста с опытом и он дает консультацию что вы знаете вам подходят эти колодки они вот эти вы соответственно он видит что в этом списке он говорит что вот это блоки на метку стоит они вам подходят и соответственно их уже заказывать я просто знаю рынок автозапчастей он супер огромный просто огромнейший да у вас есть белоруссии куфар там просто можно зайти наверно в категорию запчасти и увидеть я верю в то что есть запрос есть трафик который можно монетизировать если у вас получилось я вижу проблему здесь в операционном ну как бы в операционной части как настроить процесс потому что тропик есть ну просто надо просто генерить трафик покупатель автозапчастей через контекст через все что угодно но потом вот эти все там доставки взаимодействия с поставщиков возврат и наверное вот здесь сначала же правильная в этом самая большая проблема возврат это она проблема исключительно был связан с точностью подбора но я щит просто ради интереса продемонстрировать не наши тут изучение вот это основные запросы которые приходят у нас через приложение посмотреть там допустим россии беларусь это вот основные потребности до которые идут вот эти потребности мы закрываем абсолютно без проблем без каких-либо проблем по подбору то есть используя справочники которым подтягиваемся к теме то есть доля того что их вернут она крайне низкая она практически кому если не к нулю совершенно там внутри пять процентов условно да это вот единственная проблема которая есть на вторая проблема которая но наименее масштабно это все таки логистическая компания вот которая эта всю историю будет развозить но тут вроде как тоже нашли решение именно процесс когда запчасти то есть когда на две запчасти там заказа это один разговор когда там 100 вот вопрос приема это запчасти на склад и в дальнейшем его рассортировки тут мы тоже уже нашли решение в принципе это там штрих-коды и так далее это тоже принципе уже практически решенный процесс а у вас свой склад есть несколько у нас хода нету склад импортер импортера логистической компании то есть курьерская служба у них склады есть но вы же понимаете там сидит девочка да которая студентка которая спросите меня не понимает пришел там там подшипник что куда зачем понятно она сканером просто шлепать его и у нее сразу выбивает информацию о том куда это все ведется они там уже наклейку клеят ну посоль по своей методике что детали не знаю не вдавался вот именно вопрос как бы рассортировать это постоял вот эти две проблемы мы уже решили все хорошо в текущей вариации решение проблему точнее проблему мы решили это правильно объяснили технически еще не доделали а можете показать еще раз косты на что нужно просто там было 1000 долларов на android и ос это очень нереалистично смотрится на самом деле я могу честь пару вопросов пока пока кости думает смысле вы видите насколько просто похоже тему опять же интересные упреки участвовали когда там насколько помню есть единая база когда большая где все поставщики сервисов церемка такая большая покупает оборудование не оборудование а запчасти и не будем как называются с него все сайты которые делали из по продаже запчастей они все интегрировали с этой платформой вы не крутишь что за платформу тикдове тикдов может быть она просто единая такая здоровенная куда все поставщики закидывают свои товары предложения такая это сервис я не знаю и мало того скажу что даже если он есть то возможно есть я не знаю что в текущей вариации из всего что мы изучали на рынке как бы да то есть мы сейчас может громко сказано да но тем не менее мы сейчас немножко меняем историю там заказа да то есть эти сервисы не позволяет вам как пользователю